Боксер Актай Ургал, который лишь по происхождению турок, но он и по рождению, и по воспитанию, и по боксерской подготовке немец. Его родители переехали из Турции в Германию, он родился в Германии и выступал всегда за Германию. Почему я об этом говорю подробно? Потому что здесь турецких боксеров довольно много, они выступают в разных командах. И наоборот, многие боксеры выступают за Турцию, например, наш Нурхан Сулейманов в этом же весе, в серебряный призер чемпионата мира, Нурхан Сулейман Аглу. Акаги Каурицеба, грузинский боксер, выступал до этого за команду Турции, сейчас он живет в Грузии, выступал здесь за Грузию. Ну, в общем, перемещение народов, характерная черта конца 20 века. Итак, Виннен против немца Ухтая Оргала. Первый раунд. Первый раунд последнего олимпийского боксерского дня. Двоих вчера кубинцы потеряли. Ну, как потеряли? Потеряли две золотые медали потенциальные. Арнальдо Месса, который проиграл великолепного Венгру Ковачу. И Уан Эрнандес, не менее великолепному Олегу Саидову. 1-1, равный счет. Не будем смотреть на эти очки, потому что, судя по тому, как шло судейство здесь на олимпийском турнире, они далеко не всегда соответствуют действительности. Кубинец встречает Оргала. Один из боковых ударов ему засчитывается, должен быть еще левый засчитан. Классическая мотель кубинского боксера Аля Алсида Сагара, главный тренер горной Кубы. Высокий, длиннорукий, сухой, бьющий, левша с великолепным арсеналом ударов. Проваливает на себя кубинца Оргал, наносит удар навстречу. Засчитывает удар по туловищу кубинскому боксеру, а потом удар в голову. Мне показалось, что удар, он пытался по печени левым боковым ударить, пришелся скорее в локти, в локоть боксера из Германии. Но судьи посчитали иначе. 54 секунды. Два эпизода последних дали преимущество в счете. О-о-о-о! Слишком безответственно немецкий боксер полетел вперед и был встречен по полной программе. Хорошо, что конец раунда. Еще левый боковой наносит кубинец 36 секунд. Хорошо, что конец раунда. Иначе бы трудно было. Дистанции хорошо Виннен бьет. Он длиннорукий, поэтому достает, не входя на более выгодную для немца среднюю дистанцию. Не может так-то Аргал уйти от канатов. Отпускает кубинец. 7-3. 19 секунд до конца. Первый раунд полностью выигран. Кубинским боксером Дьяктором Виннен там бросается вперед. Аргал наносит удар в голову. Нагал показал себя здесь боксером очень хорошим, способным работать и первым номером, и вторым. И против игровиков, и против темповых боксеров. В частности, победил великолепного француза Нордина Муйши. Победил его в полуфинальном бою. Простите, в четвертфинальном бою 7-6. Вот, посмотрите. Вывернул на себя соперника кубинец. При этом не стал уходить. Даже удар пропустил, такой скользящий. И в ответ пробил очень точно в голову. Но нокдаун это всего лишь одно очко. Нам сегодня предстоит увидеть 6 боев. Правда, в такой нетипичной последовательности. Сначала вот сейчас весовая категория 63 килограмма, 63 с половиной. Затем 71 килограмм бой. Затем в полутяже. Где мы увидим казахского боксера Василия Жирова, который выбил чемпиона мира американца Антонио Тарвера из турнира. И затем, и затем бой супертяжеловесов, в котором, возможно, сенсация каких еще не было. Потому что в финал вышел боксер из республики Тонга, Б. Вольфграмм. Человек ростом 192 сантиметра и весом 130 с лишним килограммов. Такой медленный, огромный, как бы выразится, шкаф такой, по-народному говоря. Но если он попадает один раз, то очень неприятно становится сопернику. 9-3. Много ударов пропустил, ругал и пропускает еще. И хорошие все удары. Акфинен бьет с акцентом, просто так руками не машет. Видите, 11-4. Попадает, надо считать. Но два уже удара прошло у немца. Считается один. Он пошел в размен, не боясь. Надо работать самому, понимает немецкий боксер. Шесть очков преимущества Кубинца слишком много. Правый прямой в голову проводит немец. Левый боковой. Может быть, боковой неудачно, а правый-то точно прошел. Еще попадает. Но где же очки-то? Очки в другую сторону идут. Единственное, что вот в этой манере боя, в том, как сейчас Аркал ведет бой, есть одна опасность. Где-то чуть-чуть провалился, остался. Сразу тяжелые удары идут навстречу или в ответ. Теперь сам на себя выдергивает немец Кубинца. Мне кажется, он должен сейчас взять кувалду и один раз ударить Виннента по голове. Тогда он получит очко, но не более того. Иначе, по-моему, очков не видеть немецкому боксеру. Вяткая концовка боя. Устали оба. Простите, концовка раунда. Хорошего ближнего боя мы здесь мало видели на Олимпийском турнире. Как-то в целом сегодня это не характерно для любительского бокса. Пожалуй, что кубинцы охотно не работают в ближнем бою. Но опять вот счет замерз. Теперь пропускает немец удары и ничего. Ну попал же. Попал Аргал. Вы видели, как стряхнулась голова кубинского боксера? Простите за натурализм такой, но это правда. Однако счет по-прежнему 14-7. Мда. Ну-ну. Сидят интеллигентные люди вокруг ринга. В зеленых пиджаках все официальные лица. Сидят в белых костюмах. Боковые и свободные от судейства арбитры. Все так чинно, благородно. На самом деле в тихом омуте черти водятся. Посмотрите, какой эпизод ближнего боя характерный. Да, 14-7. И в зеленых пиджаках все остались. И он не может... Да, в зеленых пиджаках. Да, в зеленых пиджаках и потом в зеленых пиджаках. 3-4-1. В зеленых пиджаках. Простите шнёжные пиджаках. Ксайургалу 26 лет. Он проявился после чемпионата Европы. После олимпийских игр прошлых в Барселоне. Стал серебряным призером чемпионата Европы в Турции. Если вы видели, вы помните, как за него болела турецкая аудитория в зале. Хотя он сам немец, даже по-турецки не говорит. Потом был очень хороший 1994 год для него. Выиграл Кубок Мира. Потом был вторым, третьим в Берлине на чемпионате мира у себя на родине. И, кстати говоря, и в Бурсе на Европе в 93-м году, и на чемпионате мира все время проигрывал Нурхану Сулейманову. Сулейману Глу, пардон. А на чемпионате мира в Финляндии, я помню, они в полуфинале встречались вот в этом составе. Винненц ургал, и тогда Винненц победил. 12-7, сейчас уже 14-8, Кубинец выигрывает. И Тачко, наконец, путем неимоверных усилий немецкий боксер завоевал. Еще очко. И еще попадает. Стал застаиваться Гектор Винненц. Еще надо считать. Считают обоим, а считают только Винненцу. Я имею в виду, что не счет открывать, а очки засчитывать. Определяем олимпийского чемпиона в первом полусреднем весе. 16-9. Проклятый какой-то Акстай ургал судьями. 16-10. Но в лучшем случае, видите, по очку туда и сюда. Попадает. 17-10. Да. Ладно. Заклеим черной бумагой нижний левый угол экрана, чтобы не отвлекаться на эти постоянные... Взгляды на счет. Последняя минута. Очень тяжелый бой. Попадает левый ургал. Вот теперь посправедливее пошло подряд два очка. Еще есть возможность поработать. Кубинец уже стал бросаться вперед. Мне кажется, что ургал, несмотря на то, что пропустил много ударов, сохранил больше сил. Да. Стоит опять кубинец. Ну, бог не будет. Ладно. На эту тему не будем продолжать размышления. Пропускает удар боковой октай ургал. Тоже изрядно подустал. 40 секунд до конца. Гектор Вина выигрывает свою вторую Олимпиаду. Уже виснет на соперники ургал. Последние секунды. В обмене ударами кубинцы, конечно, имеют предпочтительнее. Выглядит предпочтительнее. 20-13. Ургал видит атаку с дистанции. Уходит. Начинает сам тут же встречен. Кубинцем еще раз бьет Виннон с левой дистанции. Да. Уже скорее машет, чем бьет ургал. Идет вперед без удара. Пропускает практически нокдаун. Но в этот момент заканчивает бой. И так. Самую концовку, конечно, Виннон выиграл. Расстроился. Чуть не плачет. Немец. Мне кажется, если он бой в целом и проиграл, то не с таким, может быть, счетом. Но концовку, конечно, проиграл. Нам показывают эпизод, когда выдергивает на себя немецкого боксера Виннон и наносит боковой удар в голову. В ответ и так. Гектор Виннон, олимпийский чемпион, во второй раз в первом полусреднем весе. Теперь я опять передаю слово Сергею Ческидову. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!